Приветствую вас, знаете, вот коллеги дали вам уже достаточно много рекомендаций, да, я не знаю, есть ли среди коллег детские психологи, да, вот, но, тем не менее, рекомендации какие-то не вам дали, я думаю, что это в любом случае вам пригодится. А я, со своей стороны, хочу обратить ваше внимание на такой вектор взаимоотношений между вами и ребенком, такой вектор взаимодействия между вами и ребенком, как основная цель, то есть, начну я, пожалуй, с противоречия, который я увидел в вашем тексте. Вы говорите, что хотите привить ребенку любовь к учебу, да, но при этом вы же говорите, что у него, как бы, нет проблем с успеваемостью. То есть, вроде бы, он учится хорошо, вроде бы, да, но вы ему все равно хотите привить вот эту вот любовь, но зачем ему прививать любовь, для чего ему прививать любовь к той же учебе, да, и так далее, ну вот, зачем прививать любовь, если он и так, в принципе, учится нормально, учится хорошо. Вот этот момент немножечко не ясен, конечно. Почему не ясен, да? Дело в том, что ребенку, может быть, и, в общем-то, неинтересна учеба. Ребенку, может быть, в принципе, она и не нужна учеба. Ребенок может вполне довольствоваться тем, что у него, например, есть, да, то есть вот у него успеваемость средняя, ему достаточно. Из вашего текста непонятно, для чего вы хотите привить ребенку любовь к учебе, если он и так нормально учится, если у него успеваемость хорошая, средняя. То есть ребенок не видит в этом необходимости, у него как бы другие задачи, у него как бы другие цели, у него как бы другие интересы. Зачем? Для чего прививать любовь к учебе? Просто для того, чтобы учился? А учился для чего? Знаете? Вот вы подумайте сами, чем вы руководствуетесь, когда хотите, чтобы ваш ребенок учился. Вот чем вы руководствуете? Ну, наверное, наверное, да, с заботой о ребенке. Наверное, да, вы руководствуете желанием, чтобы у него было все хорошо, чтобы у него было счастье. Наверное, вы как-то вот хотите для него, ну, там, самого лучшего, да, наверное. Наверное. Вот. Ну, так подумайте. 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 Если вам этого хочется, то что для ребенка это из себя представляет? Что для ребенка это значит? Что для ребенка это означает, да? Такое вот отношение, такое поведение может быть, да? Вот. И то ли это, то ли это, что действительно ему нужно? Ребенку, я имею ввиду. Что для него действительно счастье? Что для него действительно важно? Что для него действительно ценно? Что вызывает у него живой, здоровый интерес? Знаете? Вот что нужно постараться найти в нем, ну, в ребенке. Знаете, какая штука? И уже вот это все активизировать, да? Активизировать. В жизни деятельности. Чтобы его, например, цели, чтобы его, например, желания, да? Чтобы они реализовывались. Чтобы не было учебы ради учебы. Чтобы учеба занимала то место, то место в жизни ребенка, которое он должна заниматься. То есть вам нужно просто ребенку сказать, ну, как бы, если ты не хочешь учиться, на, вот не хочешь учиться, ну и учись, как-то. Не вопрос. Но... Мы тебе ничего говорить не будем, но пойми, что, как бы, ты будешь, там, не сможешь ничего добиться, не сможешь ничего сделать. Ну, как бы, мы не будем тебя заставлять. Вот. Но, если ты не будешь, если будешь приносить двойки, нам будет стыдно за тебя, потому что мы знаем, что ты можешь лучше. И все. Нужно показывать ребенку вот это отношение. Показывать, что вы не кричите на него, что вам, что вы не пытаетесь там его переделать, что вы не пытаетесь его подавить. Нет. Покажите ему, что вам грустно просто. Он двойки. Он двойки. Приносит, да? Покажите ему просто, что вам грустно. Вот, сынок, ну как же так? Вот правда обидно на все. Сынок, ну ты же можешь. Я знаю, что ты можешь, сынок, например. Говорите вы ему. И все. И больше ничего не надо. Скажи, у тебя нет проблем? У тебя все получается. Тебе не нужна помощь, дорогой? Не нужна помощь? Нет? Не нужна? У тебя все получается? Да, все получается. Ты что, просто не хочешь учиться? Как бы. Хорошо? Ладно. Ладно. Понимаете, вы не привьете ребенку любовь к учебе настина. Любовь это творчество. То есть спонтанный процесс. И как ребенок этот процесс видит для себя? Решать вам. Понимаете? То есть, либо он будет видеть процесс учебы, а после и работы, и любой обязательной деятельности. Как? Вынужденность. Да? И будет всегда знать, что есть кто-то. Сначала это будет мама, которая постоянно орет и кричит, и понуждает. Потом это будет начальник. Потом это будет, наверное, жена, которая будет требоваться от него, чтобы он что-то делал, а он будет не хотеть этого делать. Все время в нем будут заявлять о себе вот эти вот желания нереализованные, неотреагированные обиды. Все время будут заявлять о нем. И он все время будет искать способ, где бы это реализовать, где бы отлынить, где бы ускользнуть. Почему? Потому что вся работа, вся работа – это негатив. Один сплошной негатив по отношению к ребенку. Вот и все. Понимаете? Это тоже, что касается ребенка. Теперь, что касается вас. Значит. Зачем вам прививать любовь к учебе своего сына? Почему вы рекомендуете ребенку какие-то конкретные действия? Почему вы не позволяете ребенку самому определяться с тем, что он делает? И самому видеть последствия того, что он делает? Знаете, происходит искусственное сужение вектора направления человека, в каком случае? То есть, ребенок знает, знает, что он в любом случае, в любом случае сделает уроки. То есть, вы не позволите ему не сделать их. Как бы. Вы не позволите? Вы всегда будете рядом. Вы всегда поддерживаете криками. Криками. Куда поможете? Криками. Куда направитесь? Криками. Криками. Нет последствий. Но это есть подавление. И там, где есть подавление, но нет последствий, появляется что? Постоянная попытка нарушать правила. Постоянный бунт. Знаете? Вот. Зачем это вам? Для чего вам любовь? Ребенка к учебе? Лично вам зачем? Есть какая-то цель, для чего вы это делаете? Пусть ребенок ее добьется сам. Своим путем. Чего можешь спрашивать у него? Что у тебя лучше всего получается? Что тебе интересно? Ребенок в 8 лет, скорее всего, не будет лгать вам. Да? Он скажет, что у него лучше всего получается. Вы будете, как бы, вот, продивиться тому, чтобы ребенок делал что-то у него лучше всего получается, что он нравится? Нет? Главное, чтобы это было. И чтобы ребенок занимался этим свободно. Да? И если он что-то не делает, что-то важное для себя, то есть предает сам себя, вы показываете ему это. Грусть, разочарование, боль, обиду, слезы моют. Именно ему. Ребенок понимает, что так нельзя. Но не потому, что вы принадлежаете его, что он видит, что, ну, что-то такое более серьезное происходит. Знаете? Ну, вот. Как бы, зачем нравоучшение? Вот складывается такое ощущение, да, что он, как вот вам коллега сказала, вот, Эльвира, коллега Эльвира, что, эээ, ммм, так, мамин страх неуспеха, что если ребенок не будет отличником, то он будет неудачником и бедным. Это стереотип. В данном случае, да, многие люди с двумя высшими образованиями работают продавцами. Вот. Что сделать здесь не в образовании. Либо внутренняя мамина амбиция, что мой ребенок должен быть успешным. Возникает почему? Потому что мама сама себя успешной либо не чувствует и хочет через ребенка этого добиться, либо она чувствует себя успешной и хочет, чтобы ребенок сам был таким же. Чтобы ребенок был таким же, чтобы ребенок соответствовал ее уровню. Понимаете? Вот. Ну и, конечно же, то, как вы ведете себя с вашим ребенком, это также, скорее всего, вели себя с вами ваши родители. Вот. Здесь либо сценарий поведения, то есть как вот вы считаете правильным, как вот оптимальное, да, то есть оптимальное вот научение, прививание, значит, прививание любви, да, вот. Либо это антисценарий, когда вы вот, ну, как бы, по-другому не умеете. Либо наоборот, вас никто не прививал, да, вот, знаете, как иногда бывает, вот меня никто не учил, ну, так вот ты теперь, типа, учи. То есть ты вот дала. Это такой контрсценарий. Вот. И, как бы, только все в том, что ни то, ни другое, ни третье вашему ребенку не подходит. В прямом смысле слова. Вы знаете, как вот если для простоты взять, например, ну, скажем, антисценарий, да, какой, да, забиты на эту учебу, да, там, потом еще не сделал уроки, как бы, ну, и фиг бы с ним, да. Казалось бы, плохо, да. Казалось бы, ужасно совершенно. Но, если ребенок знает, что родитель может так сказать, что родитель так пару раз говорил, именно пару раз, именно в критических ситуациях, да, ребенок знает, что когда можно, когда нужно, когда тело кричится, я не могу учиться, например, ну, там, по разным причинам. Кстати говоря, сейчас вот лето, и немножечко непонятно, а по поводу чего на выучение там, как бы, а с лета вроде как не учатся дети, вот. Да? Ну, а ребенок знает, что если вот ему не хочется, например, хочется гулять, или там, не знаю, тяжело себя чувствовать, или вот погода хорошая, или вот друзья там, знаете как, ну, так получилось, да, что друзья пришли. Вот. Вот смотришь на ребенка и понимаешь, хоть он понимает, что надо делать уроки, но вот друзья вот сегодня вот, прямо чувствуют, знаешь, что-то вот не так. Там вот чувствуется что-нибудь как до особенного, да? Надо ли в этот момент ребенку на встречу пойти, например? Вопрос. Это вопрос выбора. Вашего выбора. В первую очередь. Так создается личность родителя. Личность – это выбор. Да? Вот. Поэтому, поэтому, вы сами выбираете. И в антисценарий, и в сценарий, и в контрсценарий, да? То есть, если антисценарий – это дозабение – учись. Сценарий – это какой? Например, учись там, грубо говоря, ну, скажем так, средний, да, учись, учись, как хочешь, лишь бы там не тройки. Ну, как обычно говорят, тройка – плохая оценка. Хотя лично я считаю, что оценка хорошая, если она проходна. То есть, если вот не два, да, а три. Три – нормально. Ну, вот. Это сценарий. А контрсценарий какой будет в данном случае? Ты должен учиться на 100, да? Ты должен получиться на пятерки, например. Ну, там зависит. И как бы, как бы, понимаете, и то, и другое зритель нужно использовать. А вы, вы используете только одну, один сценарий. И на пользу ребенку, и во вред ребенку, неважно, вы это используете. И естественно, естественно, это не работает. Дальше. Когда вы кричите, вы поймите, что для ребенка крик родителей. особенно вот в начале, да, ну, вот. Для вашего ребенка так будет еще года два. А потом начнут вырабатываться защитные механизмы. А для вашего ребенка крик – это очень драматичное происшествие, событие. и ему тяжело. Но самое главное, что ребенок привыкает к крику. И он для него уже ничего не знает. Нету ощущения, что когда на тебя кричат, да, происходит что-то важное. что-то действительно достойное внимание, например. Вот такого ощущения нет у ребенка. На самом деле, на самом деле, происходит немножко другое. Да? На самом деле ребенок обесценивает крик. Опять кричит, ну, кричит, успокоится, да? Ну и происходит обесценивание криков, происходит обесценивание правил, происходит обесценивание но и что будет таким ребенком? Ну, в лучшем случае он будет постоянно испытывать чувство вины, вины. Да, за то, что постоянно нарушает правила. А в худшем случае он будет их нарушать постоянно. он не будет их сценить. Он не будет сценить замечания, он не будет сценить критику. Потому что его все время критиковали по поводу бесповода. Вот. вот вы говорите просто бесконечное, да? Нравоучшение. Я поэтому как бы. Вот. Здесь нужно понимать, что если вы кричите, если вы вызываете у ребенка слезы, да? ну, соответственно, это травма. Это травма. И неустойчивое, неохотное отношение к школе, да, вырабатывается из-за вас. Ведь в начале-то он учился хорошо, правильно? Вот. В другой момент, почему у вас с ребенком это становится проблемой? Это ваша проблема, это не его проблема, это ваша проблема. Для вас учеба является проблемой. Что? Что такое для вас учеба? Средство к чему, по вашему мнению, она из себя представляет? Учеба. Опять же. Вот. Подумайте об этом. И подумайте вот, а тем ли вы путем идете к этому? То есть сама по себе цель, которую вы пытаетесь достичь через учебу, я уверен более чем адекватная, более чем нормальная, более чем правильная. Ух ты. Я уверен в этом. Но. Но. Смотрите. Вы идете к ней своим путем. Ну, а ребенку-то нужно свой путь вырабатывать. Да? Вот и все. И последнее. Последнее, что я вам хочу сказать. Последнее. это то, что ваш негатив, он может быть связан с ситуацией с семьей, с мужем. То есть вы неспокоен. Вы сливаете, проектируете свой негатив на ребенка. Да? Не на мужа, например, а на ребенка. Выникает вопрос. А как муж вернулся к этому? Какие у вас отношения с мужем? Вот. И почему вы, например, делаете уроки с ребенком? Что здесь? Как бы, ну... Почему вы делаете именно? Да? Почему не муж? Хотя бы иногда. Не показывать, как нужно, да? делать это. Вот вы говорите, когда включает мозг ребенок. А мотивация? Какая мотивация включать? Включать мозг. Что такое включение мозга? Это творчество. Это активность. Самостоятельная активность. И... Зачем ребенку самостоятельная активность? Если есть свой. А муж? Он показывает ребенку, как нужно. Он показывает ребенку, как правильно действовать в той или иной ситуации. Он показывает ребенку, как нужно вести себя. Например. Знаете? Такая штука. И вот тут как бы к вам вопрос. Если нет, то почему? Если нет доверия между вами и мужем, почему? Если муж мало времени проводит с ребенком, да, то почему? Тоже вопрос. Знаете, это мальчик. И мальчику нужно общаться в первую очередь с отцом. Вы можете сказать, как нужно. Отец говорит, как. Не наоборот. Вы говорите, что. Отец показывает, как. Отец своим поведением, своим отношением демонстрирует ребенку, как нужно себя вести. Не больше, не меньше. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Как бы. Вот если этого нет, то для сына, будущего мужчины, это очень плохо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok